Добрый день. Очень приятно, что организаторы конференции так меня назвали. Надеюсь оправдать ваши ожидания. Меня зовут Елена Родионова. Я являюсь пиар-специалистом президентского центра Бориса Николаевича Ельцина, владельцем ОСМА агентства НИОН и организатором TEDx Екатеринбург и Science Slam Екатеринбург. Я занимаюсь продвижением в социальных сетях, наверное, уже более шести лет. И за время своей работы я накопила довольно много интересных кейсов и историй, как необходимо работать с отзывами, мнениями и в принципе репутацией компаний и брендов в социальных сетях. Когда мне было 20, я устроилась работать в свое первое агентство. И первым моим заданием было продвижение большого и крупного банка. Банк хотел стать самым большим сообществом ВКонтакте в Уральском федеральном регионе. Но для этого были выбраны очень интересные инструменты. Интеграция банка с онлайн-казино в приложении. То есть пользователь, который заходил в приложение, он получал специальные коины и вип-кабинет. И вместо того, чтобы заниматься продвижением банковских продуктов и в принципе банка, мы всем отделом занимались тем, что отвечали на негативные комментарии и вопросы, которые задавали нам участники этой игры. То есть говорили мы совсем не о банковских продуктах. С того времени я думала, что никогда больше с каким-то негативом в своей работе я не столкнусь, но это было не так. Я вывела формулу, что такое репутация в социальных сетях. В первую очередь это продукт и услуга, которую вы оказываете вашему клиенту. И, конечно же, это отзыв, который клиент о продукте оставляет. Что интересно, у каждого человека работает своеобразный автопилот. И когда мы слышим название парикмахерской, какого-то мероприятия и так далее, у нас в голове формируется определенный образ. Часто мы видим в социальных сетях, пролистывая ленту, что наш групп вдруг куда-то сходил, например, на спектакль, и ему не понравилось. Нам кажется, что мы не запомним эту информацию, но мы обязательно ее запомним. И нужно заняться тем, чтобы всегда отвечать на отзывы и комментарии в социальных сетях. Из чего формируется репутация компании в социальных сетях? В первую очередь это контент, который появляется в аккаунтах. То есть это то, что вы постите. Второе — это отзывы и вопросы ваших клиентов. Далее — комментарии, которые они пишут на ваших страницах. И, конечно же, публикации у блогеров и лидеров мнений. В последнее время последний пункт особо актуален. Сейчас мы остановимся на каждом пункте поподробнее. Как можно сделать, чтобы ваш контент не вызывал никакого негатива и был интересен пользователям. Вот самое главное правило. У нас немножко времени, поэтому я остановлюсь на одном очень важном правиле. Всегда следите за наличием авторских прав на то, что вы постите. При работе в Ельцин-центре мы всегда этому правилу следуем. Например, всегда скачивайте и покупайте фотографии, которые вы постите. Затем самостоятельно создавайте контент. Как фото, так и видео, так и тексты. Также получите разрешение на использование фотографии от правообладателя. То есть, например, если вы организуете мероприятие и понимаете, что вам нужна фотография, обязательно запросите у спикера разрешение на ее использование. Второе правило. Избегайте орфографических ошибок. Кажется, что это понятно всем, но очень многие об этом правиле забывают. Даже, например, популярные блогеры. Например, вот это комментарий у одной популярной девушки, которая тоже занимается продвижением в социальных сетях. Она прочитала три лекции. И одела платье. Не надела платье, а одела. И несмотря на ее 90 тысяч лояльных подписчиков, первый комментарий, который ей написали, это исправление слова одеть на надеть. Затем развернулась жаркая дискуссия, в которой непонятно, кто победил. Поэтому следите за своими аккаунтами, следите за орфографическими ошибками. И избегайте их. Ко мне очень часто обращаются с вопросом. Лена, что лучше создать для ответов на комментарии пользователей? Какой-то аккаунт, который будет выглядеть не как человек или как человек? Давайте сравним. Вот здесь мы видим три примера. Первый — это контакты, которые указаны в группе ВКонтакте Ельсин-центра. Здесь есть два человека, то есть Елена Родионова — это я, действительно моя страница, и Марина Владимировна. Это сотрудник московского офиса. Марина отвечает на общие вопросы. Я отвечаю на вопросы по работе Ельсин-центра в Екатеринбурге. Хорошо это или плохо? Мне очень часто пишут в личку огромное количество отзывов. О Ельсин-центре, о том, как человек сходил в музей, и все очень любят делиться мнением. Часто мне пишут нелицеприятные комментарии просто обо мне. То есть человек зашел, ему не понравилось что-то, или это какой-то тролль, и он хочет выразить, скажем так, свое мнение о том, что он увидел. Он пишет мне в личку. Если для вас это трудно, а это правда очень воспринимается лично, если для вас это трудно, если вы не готовы с этим справляться, не давайте никогда свои личные контакты для общения с аудиторией. Потому что по-хорошему нужно отвечать даже тем людям, которые вам не нравятся, и которые действительно пишут глупости. Второй пример — это интернет-провайдер INSIS. Мне очень нравится, как они оформили контакты, то есть у человека есть выбор. Он может написать, скажем так, INSIS отвечает. То есть ты понимаешь, что это специалист по связям с общественностью, но на самом деле, соответственно, это аккаунт, который выглядит как бот. Но на самом деле, конечно же, это не бот. И есть вариант написать Анастасии. И человек может выбрать сам, чего хочет. И третий пример — это аккаунт связного. То есть там есть только связной тим, и ты можешь написать только не конкретному человеку, а на общий аккаунт и позвонить по общему телефону. Выбор за вами. Но очень хороший инструмент создать для работы бота, который будет похож на реального человека. То есть он будет, грубо говоря, каким-то даже адвокатом вашего бренда, но не будет являться реальной личностью. Фотографии для такого аккаунта тоже можно скачать и купить на фотостоке. Очень часто у крупных брендов отзывов и комментариев такое огромное количество, что оцифровать их все, найти и ответить очень сложно. А если у вас, например, в отделе СММ всего один или два человека, для них это будет нереальная задача. Для этого нужно использовать специальные программы, специальные сервисы. Например, бренд Analytics, Semantic Force, Youscan и Jagajam. Jagajam – сервис, который помогает вам оцифровывать комментарии только в социальных сетях. Три сервиса, которые расположены выше, помогают вам найти отзывы негативные, положительные и отрицательные вообще в принципе в интернете. Мы пользуемся бренд Analytics. У него довольно дорогая подписка, но действительно это того стоит. Есть возможность посмотреть отзывы пользователей и комментарии прямо по дням и посмотреть, какое было количество отрицательных, какое положительных и какое нейтральных. Не забывайте отвечать на каждый комментарий и каждый вопрос. Иногда бывает это сложно. Иногда люди пишут не самые умные вопросы и пишут их по 4 или по 5 раз. Отвечать нужно на все. Почему-то съехала с презентации. Ну ладно. Вот, например, нас очень часто спрашивают в Ельцин-центре про какие-то сторонние вещи, не касаемые нашей деятельности или наших мероприятий. Например, про гортензии. Почему нет? Здесь пример слева фестиваля красок Холли, который приходил у нас в 2016 году. Мне в личку писало огромное количество детей, которые постоянно задавали одни и те же вопросы. А когда подросток в 12 лет, он хочет общаться постоянно. И вопросы сыпались, вопрос за вопросом. Нужно было отвечать на все, было довольно сложно, но тоже интересно. Благодарите. А, сейчас еще расскажу про фестиваль сначала. В 2016 году мы провели в фестивале красок Холли конкурс для музыкальных групп. Собрали где-то более 100 заявок. То есть надо было опубликовать свою запись, и затем за тебя голосовали, голосовала аудитория в группе за лучшего исполнителя, скажем так. Негатива было довольно много. Почему? Люди не верили, что там за определенные группы отдают голоса так много человек. Писали какие-то отзывы, комментарии, и с ними приходилось работать. Отвечать нужно было на все. В данном случае я хочу выделить еще один очень крутой инструмент. Строгость бренда. Что это такое? Это когда в компании принимают определенное решение. И несмотря ни на какие вообще внешние факторы, с него, скажем так, не сходят. То есть мы приняли решение, что мы будем следовать голосованию, что выиграла та-то группа, и мы, соответственно, несмотря ни на какие обстоятельства, это решение не могли изменять и не меняли. Это тоже очень важно. Обязательно нужно работать с негативом, но отличать его от просто хейтеров. Очень часто какие-то клиенты могут написать плохой отзыв не потому что им не понравился продукт, а просто потому что у них плохое настроение или потому что, ну вот так, вот такие люди, им ничего не нравится. Или им просто хочется поиздеваться и выпустить наружу какую-то свою злость. С негативом мы работаем. Хейтеров мы на них просто не будем обращать внимания, которые просто выражают свое мнение в какой-то очень плохой матерной форме, им отвечать не нужно. Благодарите пользователей за любое действие, которое они совершают на вашей странице. Написать спасибо – дело трех секунд, но как будет пользователю приятно. Хотя вы… Если, например, человек задает вопрос – спасибо за вопрос. Если человек пишет какой-то комментарий – спасибо за комментарий. Так вот, придумывайте способы активизировать аудиторию и благодарить за ее лояльность. Будьте всегда на связи и используйте нестандартные подходы к общению с клиентами. И все. Спасибо вам большое. Спасибо, Елена. Сейчас Елене тоже можно задать вопросы. Вот первый вопрос будет у меня. Вы, Елена, сказали, что нужно использовать официальный контент, покупать фотографии, спрашивать разрешение. Какие последствия могут быть, если это не делать? Вам может прийти повестка в суд, потому что, например, владелец прав на эту фотографию может сделать скриншот, доказать то, что вы использовали эту фотографию без какого-либо права, и затем к вам придет повестка в суд. Такое бывает. А заблокировать группу там вот такое могут? Чаще всего те серьезные люди, которые, скажем так, обращаются к вам, чаще всего они уже идут в суд. Могут и заблокировать группу, но такое случалось нечасто. И второй вопрос, вот хейтеров. Как их понять? По каким признакам? Что это не разъяренный клиент, а материться, который хейтер, как вы сказали? Давайте так. Вот приходит, например, мне сообщение. Мистер Икс лох. То есть какой-то там мистер Икс лох. И чаще всего это сообщение хейтера. То есть это не тот человек, который хочет выразить какую-то свою позицию, а просто он пишет. Вот этот тролль, который пишет, что он этого человека не любит, и он лох. Как на это ответить? То есть в личке не отвечать, а в комментариях просто их удалять? В комментариях отвечать всегда. Да, в личке это ваше решение, отвечать или нет. Но если вы указываете свои контакты, в контактах группы, то, конечно, отвечать всегда с личной страницы. Все, спасибо. А еще у кого-нибудь какие-нибудь вопросы есть? Лена, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я руководитель рекламно-производственной компании, мы делаем вывески под заказ. Наши клиенты – это владельцы бизнесов. Порекомендуйте, в какой соцсети мы можем достучаться до нашего клиента? Вконтакте, Фейсбук или что-то другое? Спасибо. Спасибо. Немного не по теме, наверное, вопрос. Вы же гуру, как написано. Ну, как написано. Нет, конечно, я вам отвечу. Вам нужно понять, кто ваша целевая аудитория, то есть не предпринимателей и бизнесменов, а прямо прописать, кто это такие. У каждой социальной сети есть статистика, по которой написано, кто где находится. Также в поисковике вы можете забить определенные параметры, найти этих людей и посмотреть, в какой социальной сети этих людей больше. Также есть такой вариант, как таргетированная реклама. Для того, чтобы донести какое-то ваше сообщение для аудитории, вы можете настроить таргетированную рекламу, чтобы она, например, показывалась именно определенно вашим потенциальным клиентам. Но я бы на вашем месте выбрала Фейсбук. Спасибо. Здравствуйте. Меня Иван зовут. Компания онлайн PBX. Вопрос такой. Мы пользуемся для отслеживания упоминаний в сети сервисом бабки. Знаете ли вы о нем? Лучше, хуже и может что-то лучшее из этого выбрать? Спасибо. Да, я пробовала все практически сервисы, которые я написала выше в докладе, но вот выбрала бренд аналитикс. Сервис, который вы сейчас назвали, и, к сожалению, о нем не слышала. Может быть, он только набирает популярность. Но вам нравится? Ну вот бренд аналитикс. Он стоит, исходя из тарифа, определенную сумму, но, правда, очень хороший. Спасибо за вопрос. Еще вопросы есть у кого-нибудь? Здравствуйте. По поводу строгости бренда. Если вот это принятое решение, ни от него не отступать, цена вопроса, скажем так, на примере Тинникова с блогерами конфликта, то есть, по сути, он же отошел от своей строгости бренда, да? Как вы это оцениваете? Ну, этим правилом пользуются не все. Просто я сделала это вывод по своей работе. Если мы говорим о каком-то конкурсе ВКонтакте, то, конечно, когда ты принимаешь решение, лучше его не менять. А когда мы говорим, соответственно, о каких-то более высоких вопросах, там, я думаю, что все решается в индивидуальном порядке. Ну, то есть индивидуально смотреть, чтобы последствий таких не было, да? Как у Тинькова. Еще вопросы есть? Все, вопросов нету. Спасибо. Елена, спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует...